Время 9 часов утра. Вот уже месяц сидим дома. После плотного завтрака я сидел и с наслаждением наблюдал за коронавирусом, который не давал нам выйти из дома. Коронавирус караулил и у нас не было шанса даже на то, чтобы вздохнуть свежим воздухом. Понаблюдав за этим существом, я усмехнулся и отправился в мужскую комнату для того, чтобы провести сегодняшний день с какой-то пользой и не позволив затасковать своей семье. Так, ну что же, начну. Сразу сходу обнаружил белую красивую дощечку. Покрутив немного, решил ее применить. Снимаю размеры для того, чтобы знать дальнейшие действия. Ее в сторону. Беру доску 10 см. Рассчитав ширину и выставив на пиле, начал резать дощечки. Конечно же, одел наушники. А то с таким грохотом можно сойти с ума. Поработав две минуты, получил два идеальных штакетника длиной два метра. На торцовке вырезаю в размер 2 отрезка 60 см и 2 отрезка 30 см. Теперь более точным срезом режу углы, делая что-то наподобие рамки. Вырезанную древесину выкладываю вокруг белой полки, предварительно смазав клеем. А к ламинированной стороне прибиваю на гвозди. Все сколотил, даю высохнуть, а сам отправляюсь на токарный станок. Но прежде нужно выбрать черенок. А коронавирус все ходит и ждет, стучит по дверям. Загрузив в него черенок полметра, начинаю шкаблить своими китайскими резцами. Выточив диаметр 3,5 см, заканчиваю наждачкой и снимаю черенок со станка. На пилораме и с помощью самодельной каретки начинаю шинковать черенок на пятаки, предварительно выставив упор для равных отрезков. Вот пошла ручная работа, по другому просто никак. Нужно было отшкурить каждый пятак. Помучавшись полчаса, я это сделал. И мои пятаки имели гладкую поверхность, как у яичка. Пятаки пока в сторону, возвращаюсь к доске, ищу центр. Вымеряю высоту. Делаю два отрезка, оставляя щель в 4 см. Фиксирую бруски на доске. Прохожу все наждачкой и начинаю заклеивать малярной лентой белую часть. Все деревяшки покрыл маслом. Обратно к пятакам. Разделив их на две команды, начал покрывать жидким воском с колером. Одни розовым, другие зеленым. Получилась вот такая вот красота. Моя антивирусная программа подходит к концу. Осталось сделать сущие мелочи. По краям, отступив по 12 см, с четырех сторон делаю отверстие сверлом на 4 см. И сверху делаю пропил ножовку. В эти пазы с помощью чопиков устанавливаю денежную резинку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну а получилась у меня настольная очень интересная игра, в которую сможет играть даже младенец. Суть игры в том, чтобы перевести все свои пятаки на чужую территорию. Побеждает тот, кто делает это быстрее. Если вам зашло такое видео, жмите пальцы вверх и ставьте колокольчик. Обещаю, дальше будет веселее. Всем пока, до скорой самоделки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!